В эфире Вечерние факты в студии Станислав Юдин. Посмотрим, чем запомнился этот день в ленте новостей. Вот некоторые его темы. Если даже мы их не найдем, чтобы они попали в хорошие руки, чтобы их не убили. На сто замков запирай Воронова. Сфермы в Крымском районе похитили лошадей. Куда ведут следы преступления? В казачестве не работают. В казачестве служат. Служат своему народу, своей стране. Равнение на лучших. Казаки со всей России принимают опыт службы и обучения у кубанских коллег. Мы просим уважаемых родителей определиться в кругу своей семьи, кто будет сопровождать своего ребенка на этом торжественном мероприятии. Линейки быть. В кубанских школах в эту субботу прозвенит последний звонок. Однако попасть на него смогут не все. Узнаем почему. Пришел, проверился и сохранил жизнь. Жители края приглашают на диспансеризацию. Кому она показана и чем чаще всего болеют кубанцы. На Кубани завелись конокрады и орудуют они по всему краю. В последнее время лошади стали исчезать все чаще и чаще. Об этом пишут пользователи соцсетей. Последнее дерзкое ограбление произошло в Крымском районе. Под покровом ночи у местных фермеров угнали сразу пять лошадей и всю конную амуницию. Преступники без страха орудовали на частной территории под окнами хозяев, пока те спали. В общей сложности пострадавшие оценивают ущерб примерно в один миллион рублей. Нина Львасканян прошла по следам и восстановила картину той ночи. Это что за красавица такая стоит? Кобляка моя. Какая-то огромная. Рыбка моя. Эта стати привлекла внимание похитителей к лошадям, считают их хозяева Ирина и Роберт Мапсесовы. Их породистые, ухоженные, высокие кобылицы с жеребцами были как члены семьи. На этой ферме их держали для души. Всегда на все дни рождения, когда спрашивали, что мне подарить, я всегда говорила лошадь. Когда я подросла, я сказала, что я не буду замуж, пока мне не подарят лошадь. И муж мой мне подарил мою первую лошадь. Тут Ляля, представляешь? Там маленькая малышка. У тебя тоже будет скоро маленькая малышка, да? Или малыш? Но узнать, кого же родят кобылицы, рада, гроза и дайга, их хозяйке было не суждено. Всех троих увели накануне родов. Вместе с ними еще и двое жеребцов. Накануне грабежа она повредила ногу и с трудом передвигается. Видимо, поэтому, считают хозяева, похитить ли ее и не увели. Это овчарка по кличке Харт, главный и единственный охранник в доме Мавсесовых. Спокойствие характера нашей съемочной группе демонстрирует только при хозяевах. Вывести собаку из себя можно. Кто и как поставил на паузу ее жгучий темперамент и бдительность, то и роковой ночью остается только догадываться. Впрочем, увезти лошадей было несложно. Их никогда не привязывали и не держали под замком. Это Ирина объясняет так. Чем больше животные двигаются, тем они здоровее. Поэтому утром, не увидев во дворе своих питомцев, она не стала бить панику. Но, зайдя в амуничник, поняла – это грабеж. Здесь были седла, уздечки. Вынесли только семь седел. Ну и плюс все остальное. Чтобы вы понимали, седло весит около 20 килограмм. И так подготовиться, так нагло все вынести. И здесь тоже все было открыто. Хозяева объясняют, за три года никто ни разу не давал им повода устанавливать камеры и вешать амбарные замки. Впрочем, Ирина с Робертом в ту ночь ничего не услышали. Какие могут быть первые эмоции, когда от тебя отрывают частичку твоей души? Когда уворуют лошадей, либо сразу режут, либо отправляют куда-то далеко. Это может быть прокат, где-то перепродать. И главное, чтобы, если даже мы их не найдем, чтобы они попали в хорошие руки, чтобы их не убили. Первыми по следам животных пошли их хозяева. Примерно в одном километре от фермы они нашли лишь малую часть конной амуниции. Эти вещдоки уже изучили полицейские. Это был первый сигнал о том, что животные ушли не по своей воле. Чуть дальше на земле нашли следы от копыт. Тут явно выраженный переход копыта жеребцов кобыл. И в воде они видны четко. Вот здесь хорошо видно. Следы теряются уже в саду, откуда возможно, и производилась дальнейшая погрузка. Есть в этом похищении не только улики на траве, но и свидетель. Я ехал домой в 12 часов ночи, переходили лошади через дорогу, два жеребца. Я как затормозил их, они развернулись и пошли в лес. А с лошадьми кто-то был? Нет. Виктор остановил машину и успел снять момент, как жеребец убегает в лес. Эти кадры посмотрела и Ирина. Она объясняет, жеребцы всегда следуют за главой их табуна, кобылицей и радой. Поэтому ворам было достаточно привязать ее и остальных взрослых лошадей и просто ждать, когда резвые жеребцы сами попадутся в ловушку. Это было тут, в 15 метрах от нашей фермы. И очевидцы также видели вот там привязанных лошадей к деревьям. И вот вы на этом видео узнаете своего жеребенка? Конечно, конечно. Это раскат. Разбираться во всех этих уликах и догадках предстоит оперативникам. Мавсесовы уже написали заявление в полицию. Данный факт зарегистрирован в отделе МВД России по Крымскому району. В настоящее время по нему проводится проверка, по окончании которой будет принято законное процессуальное решение. Нина Ильвасканьян, Роман Чернявский, Кубань, 24, Крымский район. Послушать и поучаствовать самим. За передовым опытом в развитии казачества на Кубань приехали гости из 12 регионов. Сегодня прошло закрытие первого всероссийского семинара казаков. Как носить папаху на нем не учили. Зато обсуждали собственную экономику, проводили военно-полевые сборы и знакомились с системой профильного образования. Поприветствовать казаков приехали помощник президента России и губернатор Краснодарского края. Почему самое передовое войско с шашками именно на Кубани, расскажет Кирилл Белонок. Выглаженная форма и бравая выправка. В этом зале обычно в подобной форме только наши кубанские казаки. Сегодня помимо черных кителей и зеленые, и синие, по шевронам с надписями «Ростовское войско», «Уссурийское», «Волжское», понимаешь, съезд всероссийский. В Краснодар приехали атаманы и их помощники из 12 регионов. Там, где есть собственное войсковое общество. Гости в городе уже третий день приехали перенимать опыт передовиков. Кубанское казачье войско прошло длительное. И важный этап в своем развитии, формировании. И представителям других войсковых казачьих обществ есть, что подчеркнуть. Безусловно, это уникальный опыт ознакомиться с системой казачьего образования, несения государственной службы и многих других направлений, которые выстроены сегодня на Кубани. Кубанскому казачеству действительно есть чем поделиться. За последние 10 лет войско стало иметь реальный вес в регионе. Реестровое общество привели к единой форме, уставу, порядку. Созданном три года назад в Всероссийском казачьем обществе опыт кубанцев активно перенимается. Это помогает быстрее двигаться к стратегии, обозначенной президентом России. Сплочение обществ, их постоянное развитие и активное участие в жизни страны. Мы должны с вами видеть наши успехи, объединять усилия, обмениваться опытом, видеть, заглядывать в будущее, прогнозировать его, несмотря на то, как сложно это сегодня делать. Убежден, что знания и опыт Краснодарского края и Кубанского войскового общества, которыми с вами щедро делились вот уже третий день и делятся наши коллеги, помогают обратиться к лучшим практикам, получить необходимый заряд веры в собственные силы и более качественно организовать необходимую работу на местах. Организация работы на местах – это как раз прокубанское войско. По поручению губернатора края районные атаманы стали заместителями глав в большинстве муниципалитетов. В их функционале не только развитие казачества, но и военные дела, спорт, работа с молодежью, которая на Кубани активно вступает в ряды казаков. Сейчас в организации 110 тысяч юношей и девушек, и это лучший показатель в стране. Если в целом брать в нашем всероссийском казачьем войске их или в обществе у нас 165 тысяч, то только на Кубани их 110 тысяч. И, конечно, нам всем, уважаемые господа атаманы, вице-губернаторы уважаемые, нам всем необходимо стремиться к увеличению этой численности. И никого не надо ни в коем случае тащить за подол черкесский или за китель какой-то, за рукав, ни в коем случае. Они придут к нам, если будут дела, если будет конкретика, если будет какая-то работа, если они будут понимать, ради чего это делается и во имя чего. Это все делается ради нашей страны и во имя нашего государства. Работа с молодежью – важнейшая функция казачества. Носители традиционной культуры и ценностей казачьей общества влияют на воспитание подрастающего поколения однозначно положительно. Внеамин Кондратьев убежден, что такая деятельность – один из серьезных инструментов в патриотической работе. Казачество – это же не просто казачество, это традиции, культура, вера регионов страны. И вот казаки, в первую очередь казачество – да, это объединение ценностей жизни в казачестве, необходимой сегодня современной России, нашим детям, будущему. Культура, традиции, вера. Ну как без этого? Поэтому казачество – это способ сегодня нам отстоять свои интересы, вековые, традиционные интересы нашего народа. Вот что такое казачество. Поэтому в казачестве не работают, в казачестве служат, служат своему народу, своей стране. И кто, вот я своим коллегам говорю, кто не готов служить, то лучше уйти из казачества. В крае активно работает система казачьего образования, детские сады, классы и целые школы. Такой направленности есть по всему региону. А еще казачий кадетский корпус в планах, кстати, возвести новый. Но все казачьи начинания сейчас в основном финансируются из бюджета. Впрочем, доля денег из казны в казачьей копилке падает благодаря активному развитию собственной экономики. Это неправильно, чтобы казачество было на топинке, в том числе от региональных властей. Самодостаточным должно стать казачество. Самодостаточным. А это элемент независимости, в том числе людей, патриотически настроенных, идеологически верных с точки зрения и мышлений. Поэтому казачья экономика, она сегодня в приоритете. Я максимально ее раскачиваю. Бесплатно предоставляем казачьим обществам землю. Где в районе рыночки, рынки, придорожный сервис, там, где, как правило, очень шустрые находятся. Так почему там казакам не пошустрить и тоже их не занять? И молодежь тогда пойдет туда. Сперва придет на зарплату, а потом останется. Но ведь мы тогда должны нанимать в казачество и тогда менеджеров, хотя бы на первом этапе, чтобы они запустили казачью экономику в регионе. На первом подобном семинаре, кроме теоретических занятий, казаки получили много практических знаний, увидели, как проводится церемониал «Час славы Кубани», на который собираются сотни зрителей каждое воскресенье, поучаствовали в военно-полевых сборах и, конечно, послушали самый известный в мире казачий хор – Кубанский. Кирилл Беланок, Вадим Волков, Евгений Береснев, Кубань, 24, Краснодар. Во время казачьего семинара гости со всей страны побывали в школах и детских садах Кубани. Там они увидели, как на практике работает система патриотического воспитания. Узнали они и о том, что такое непрерывное казачье образование. Для этого пришлось поколесить по краю. 11 атаманов реестровых войск посетили несколько районов. Все подробности в нашем сюжете. Малыши пока не все буквы выговаривают, но уже знают, что такое Кубань и кто такие казаки. Патриоты с молодых ногтей воспитываются в детском саду номер 31 в станице Ленинградской. На территории Краснодарского края таких казачьих дошкольных учреждений 28. Народное прикладное творчество, ремесла, традиционные блюда, песни и присказки. Детей обучают труду не по уставу, а играючи, лаской и примером. Удивительно именно обилие разных площадок. То есть не просто дети занимаются, например, какой-то вышивкой, либо работой с шашкой. А вот мы прошли и увидели полтора десятка площадок. Мы в таком разнообразии, честно сказать, удивлены. Я думаю, наши друзья и коллеги, которые приехали из-за Урала, те, кто приехал из Центральной России, они, наверное, вообще потрясены. Еще больше, чем детских садов в крае казачьих школ 68. В них выстроена четкая система идеологического воспитания со всеми необходимыми методиками и специалистами. Помимо общеобразовательных предметов в расписании основы православной культуры, военно-спортивная подготовка, а также история и традиции казачества и современная деятельность кубанского казачьего войска. Сегодняшнее занятие, которое проходит, и сама идея участия в этих занятиях, в чем фишка, что ли? Это то, что дает возможность сегодня через казачью составляющую учить и воспитывать молодежь, детвору, ставить их, не ошибусь, на правильный путь. Особая гордость края – казачьи кадетские корпуса. Они ежегодно входят в десятку лучших в стране, становясь победителями и призерами всероссийского осмотра конкурса. Ейский казачий кадетский корпус по итогам прошлого года стал лучшим на территории России, получил переходящее знамя президента и грант в размере трех миллионов рублей. Кадетская жизнь несет определенные сложности, строгий распорядок и требования, но благодаря учебе здесь для многих детей исполнительность и ответственность стали нормой жизни. Я увидел очень серьезную подготовку. Я увидел, что это не только подготовлено в течение сегодняшнего дня, но это системная работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Вот это очень важно. Это очень похвально, очень здорово, великолепно. Ну, высочайшее качество подготовки и проведения занятий. Такой продуманной и эффективной системы казачьего образования больше нет нигде в стране, поэтому опыт Кубани будет освоен и воплощен в реестровых казачьих войсках в масштабах всей России. Оксана Дренко, Кубань-24, Ленинградский район, Ейск. Большую стройку затеяли во дворе школы номер 23 Новокубанска. Для того, чтобы улучшить условия, в которых получают образование дети, возведут дополнительный корпус на 400 мест. Сейчас готовят фундамент для здания. Кстати, обещают удивить необычной архитектурой. На расширение учебного заведения направили более 300 миллионов рублей. Фактически это новая школа. Фактически школа, которая будет обладать всеми коммуникациями, и тех, которых не хватает, даже старой, она все это будет дополнять. Здесь полноценная столовая, шикарный спортзал, которого у нас в данный момент нет, у нас приспособленное помещение. Ну и плюс по всем современным нормам Санпина, это размеры классов, размеры комнат для дополнительного творчества детей. После того, как корпус сдадут в эксплуатацию, про вторую смену можно будет забыть. Свободное время ученики потратят на занятия в творческих кружках и спортивных секциях. По срокам строительства сейчас есть небольшое отставание из-за погодных условий, но план обещают наверстать. В кубанских школах в эту субботу прозвенит последний звонок. Завершение учебного года отметят праздничной линейкой. Состоится она только для тех, кто заканчивает 4, 9 и 11 классы. Традиционно больше всех этого события ждут выпускники. В крае их 86 тысяч. В пандемийном 2020-м их предшественники были лишены такого красивого прощания со школой. В этом году на последнем звонке смогут даже присутствовать родители. При этом Роспотребнадзор призывает послаблениями не злоупотреблять, соблюдать дистанцию и не забывать про медицинские маски. И чтобы ребята себя благополучно чувствовали и успешно сдали экзамены, а дальше поступление в высшее учебное заведение, в колледжи, техникумы, мы, конечно, просим родителей позаботиться о состоянии здоровья своего ребенка. Мы просим уважаемых родителей определиться в кругу своей семьи, кто будет сопровождать своего ребенка на этом торжественном мероприятии. Эпидобстановка позволяет открытие летней лагеря, которые в прошлом году были закрыты. Ну, а выпускникам расслабляться рано. Звонок-то последний, а экзамены только начинаются. На Кубане прошла битва за здоровье учеников. Ее участниками стали 10 педагогов со всего края, которые лучше всех знают, как провести зарядку на уроке, рассказать детям о полезном питании и привить трудолюбие. Свой опыт они продемонстрировали на конкурсе «Учитель здоровья», который завершился в Краснодаре. Как пчелка повлияла на исход финала, расскажет Анна Горлова. На первый взгляд, это обычный урок иностранного языка, но для Валерии Шмаргун он проходит волнительно. Класс, в котором работает педагог, она видит впервые. Общение с незнакомыми детьми – одно из испытаний конкурса «Учитель здоровья». В этом году на победу в региональном этапе претендует 10 педагогов. Показать свои способности они должны были не только на уроке, но и во время творческой импровизации. Оценивала конкурсантов строгая жюри. Учитель раскрывает себя с творческой стороны. С первого момента можно понять, что, ну, может быть, это лёгкое задание, но на самом деле это сложное задание. Как может человек симпровизировать, справиться с задачей в заданной теме? Валерия Шмаргун в своей работе придерживается правило «Знания ребята должны получать без вреда для здоровья». Поэтому на уроке английского языка школьники не только сидят за партой, но и двигаются. Конечно, хочется, чтобы все дети на земле были здоровы. А учителю просто необходимо найти резервы в своей деятельности по сохранению и укреплению здоровья учащихся. Поэтому общими усилиями мы будем делать так, чтобы наши учащиеся чувствовали психологический комфорт, чтобы им было не страшно, чтобы они с радостью шли в школу. Свой опыт по сохранению здоровья детей представила на конкурсе и Яна Погребицкая. Её рецепт хорошего урока – школьная программа с элементами психологии. Трудолюбие, любовь к семье, здоровый образ жизни и правильное питание – всё это и привело её к победе на конкурсе. Дети в 2021 году становятся Погребицкая. Пчёлка является символом моей педагогической деятельности, как прообраз трудолюбия, здравомыслия и активности. И именно об этом я рассказывала на своей самопрезентации, говоря о том, что я действительно являюсь учителем здоровья. Конкурс «Учитель здоровья» проводится в Крае с 2012 года. За это время в нём приняли участие больше полутысячи учителей разных направлений и у каждого свои методы сохранения здоровья детей. И кто как не такие вот наши профессионалы, которых мы выявляем на нашем краевом уровне, которые являются такими вот звёздочками, проводниками, они транслируют свой лучший опыт, они показывают своим коллегам, как и каким образом можно ребёнка заинтересовать своим уроком. Насыщенные дни борьбы закончены, однако для двух финалистов главное событие ещё впереди. Они будут представлять Кубань на всероссийском этапе конкурса. Он состоится в ноябре в республике Коми. Анна Горлова, Татьяна Алексеева, Самир Гачаев и Николай Сизоненко, Кубань-24, Краснодар. Уже почти 115 тысяч жителей Края в этом году прошли диспансеризацию. К врачам люди идут охотно. Из-за пандемии клиники таких пациентов долгое время не принимали. Диспансеризацию возобновили только в конце марта. В этом году медики планируют обследовать как минимум миллион 300 тысяч человек. К процессу уже подключились 93 поликлиники Края. Там, где их возможностей не хватает, на подмогу выезжают мобильные медицинские бригады из Краснодара. Одна из них вела приём в Денском районе, в станице Нововеличковской. О том, как незапланированный поход к врачам может спасти жизнь, в сюжете Александра Крошного. Сегодня в Нововеличковское пациентов принимают краевые специалисты. В станицу приехали 4 машины с диагностическим оборудованием. Здесь можно сделать флюорографию, пройти кардиограмму, сдать анализы и попасть на осмотр гинеколога. За три дня на приёме здесь могут побывать более 150 человек. Диспансеризация поможет пациентам не только узнать о состоянии своего здоровья и выявить на ранних этапах возможные заболевания, но и спасти жизни. Владимир Кравченко проходил подобный осмотр в сентябре 2019 года. Тогда мужчина просто хотел узнать уровень сахара в крови, сдал анализы, прошёл несколько процедур и врачи вынесли неутешительный вердикт. Случайно увидел машины для обследования, пришёл проверить уровень сахара, сделали кардиограмму и оказалось, что у меня был инфаркт, который я не заметил. И благодаря этому я вовремя начал лечение. Теперь Владимир проходит диспансеризации каждый год. В первых рядах отправляется на осмотр и слышит уже позитивный диагноз. Всё хорошо, всё нормально, всё в порядке. Хороший пациент, хорошая сердечка. Так один незапланированный осмотр врача смог спасти жизнь человеку. Жить нормальной полноценной жизнью необходимо регулярно медицинское обследование. Самые длинные очереди на кардиограмму. У врачей Краевой клинической больницы станичники ждали целый год. Передовое оборудование и профессиональные специалисты уж точно окажут помощь на высоком уровне, уверены местные жители. В кабинетах докторов царит тишина на каждый вопрос медиков. Люди отвечают, как на экзамене. Чётко и ничего не скрывая о состоянии здоровья. Там онкология была у брата, инсульты у отца, инфаркты не было. Мероприятие направленное для выявления на ранних этапах причины и факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а также выявление показаний для направления пациентов соответствующим специалистам, но уже на втором этапе диспансеризации. Сегодня стартовал первый этап диспансеризации. На второй уже направлено более 30 тысяч человек. Чаще всего врачи диагностировали заболевания системы кровообращения, болезни органов дыхания, пищеварения и сахарный диабет. До конца года медики планируют принять как минимум миллион 300 тысяч пациентов, чтобы предотвратить развитие заболеваний у населения на ранней стадии. Александр Крошный, Федор Фролов, Кубань-24, Денской район. Рост рождаемости отмечен в Краснодарском крае. Впервые за пять лет. Только за первые четыре месяца 2021 появились на свет 18 782 малыша. Это больше прошлогодних показателей почти на тысячу. Кубань сейчас замыкает тройку регионов-лидеров по уровню рождаемости. Впереди только столица и Московская область. Увеличение продолжительности жизни и снижение смертности – главная цель нацпроектов «Демография» и здравоохранение. Сто краснодарских малышей пошли в новый детский сад «Непоседы». Возвели его по нацпроекту «Демография» в густонаселенном микрорайоне на улице Калинина. Здесь буквально в ближайшей доступности есть 60-й детский садик, который маленький, который действительно был переполнен, и жителям этого микрорайона приходилось ездить километра за три, за четыре. И строительство этого детского сада как раз позволило разгрузить этот микрорайон. Двухэтажное здание для дошколят проинспектировал глава Краснодара Евгений Первышев. Он поручил провести на участке дополнительное озеленение. Сейчас в краевой столице строят пять детских садов. Готовы проекта еще шести. Мы на сегодняшний день с вами разработали полностью график строительства социальных объектов по городу Краснодар. Он понятен, он имеет четкие сроки. Если в течение трех лет, не сбавляя темпа, заниматься строительством социальных объектов, в мире у нас не будет той колоссальной нагрузки, которая существует на системе образования. Всего за последние четыре года в Краснодаре построили и открыли 19 детских садов. Вы смотрите «Вечерние факты», а мы продолжаем. К летнему курортному сезону на Кубани готовятся не только на побережье. Учения на воде провели спасатели в Тихорецком районе. По легенде, начали тонуть двое мужчин. Сохранить им жизнь удалось благодаря нехитрым приборам, спасательному кругу и корабельному тросу, так называемому «концу Александрова». Напряжение не спадало и на суше. На берегу пруда специалисты оказывали первую помощь пострадавшим. В целом, с поставленной задачей все справились. В Краснодарском крае за 2020 год погибло 159 человек на воде. Из них 12 детей. В 2021 году уже утонуло 17 человек. Из них двое детей. Основными причинами гибели людей на воде являются личная недисциплинированность, купание неустановленных для этого местах. В Тихорецком районе власти планируют открыть два пляжа для купания. В поселке Малороссийском и в станице Юго-Северной. Будь осторожнее, специалисты рекомендуют не только отдыхающим, но и рыбакам, которые не должны забывать брать с собой спасательные плавсредства. В Бабинском районе возбудили уголовное дело о вандализме. В поселке Ахтырском изуродовали памятник Владимиру Ленину. Монумент стоит на площади возле Дома культуры нефтяников. Изучив записи видеокамер и опросив очевидцев, правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался житель Калининского района. Парень залез на памятник и нанес несколько ударов, хотя в участке рассказывает историю по-другому. Представители регионального отделения КПРФ считают, что такое зверство по отношению к Ленину вряд ли имеет политические мотивы. Я думаю, что те, кто это сделал, вот эти вот вандалы, они небольшого ума люди, и в том числе потому, что им, видимо, не рассказали, сколько для страны сделал Ленин, какие его заслуги, какая его роль в становлении нашего государства. Потому что Россия, как правоприемница СССР, в основе создания СССР лежит подписи Ленина. Это основатель нашего государства. Что знал подозреваемый об Ильиче, уже не важно. За поступок ему придется ответить. Если, конечно, будет доказана его вина. Уголовное дело завели по статье уничтожения или повреждения объектов культурного наследия. А это до трех лет лишения свободы. Задержаны сейчас под подпиской о невыезде. Памятник главному коммуниста страны Советов находится на реконструкции. В Услабинском районе вернули истории имена 50 героев Великой Отечественной войны. Таковы первые итоги работы проекта по архивам войны, организованного фондом Олега Терипаски «Вольное дело». За три месяца поисковики приняли от местных жителей более 70 обращений с просьбами найти информацию об их родственниках, пропавших во время войны. О судьбах солдат говорили на вечере памяти в местном дворце культуры. Все подробности в сюжете. На сцену ДК поднялись потомки героических бойцов, погибших в боях за Великую Победу. Это родственники солдат, чью судьбу установили благодаря проекту по архивам войны. Многие из них после тщетных многолетних усилий практически утратили надежду отыскать близких. Все изменилось три месяца назад, когда фонд Олега Терипаски собрал поисковый отряд и открыл горячую линию, куда родственники могут обратиться с запросом на поиск информации. Они все документы мне уже дали. Все нашли? Да, все нашли. Его могилу. В 41-м году попало окружение, а в 42-м году и скончался там госпитал. С 1942 года для семьи Макарец судьба отца и мужа Николая Ивановича оставалась неизвестной. Его фронтовую биографию удалось воссоздать спустя почти 80 лет. В Усть-Лабинском районе Великую Отечественную призвали 20 тысяч человек. 6 тысяч числятся пропавшими без вести. Проект «По архивам войны» помог найти информацию о 50 бойцах. Благодаря проекту «По архивам войны» я узнал, что мой прадед в 43-м году погиб. И в данных было указано, что он похоронен в прадской могиле, в двухпратском поселке. Мы должны воспитать это поколение, которое будет сильным. А без памяти и без истории этого никогда не сделать. Поэтому это очень здорово, что есть такие люди, которые бескорыстно занимаются поиском и возрождением всех этих событий. В поисковый отряд, организованный фондом, вошли лучшие историки и архивисты края. Присоединились к нему и школьники. Они собирают и изучают информацию о солдатах, их боевых заслугах и местах захоронения. Проект «По архивам войны» запущен в Усть-Лабинском районе, но скоро будет охватывать всю Кубань. Сделать запрос на поиск информации о родных может любой желающий. Для этого нужно позвонить по номеру горячей линии и оставить заявку. Людмила Юдина, Роман Чернявский, Кубань-24, Усть-Лабинский район. Правда и ничего, кроме правды. На первом радио стартовал новый формат передачи «Самое время без обмана». Теперь ведущую вместе с хладнокровным помощником, детектором лжи, узнают тайны гостей в прямом эфире. Зачем артистов проверять на полиграфе и как с помощью риса узнать правду, разбирался наш корреспондент Александра Шпакова. Правда по всему телу, подключенные к сверхчувствительному прибору, и каверзные вопросы под пристальным взглядом дознавателя. Джазовая певица Мэгги пошла на эти пытки добровольно. Своих эмоций она не скрывает. Я первый раз прохожу данную процедуру на детекторе лжи, отвечая на вопросы. Конечно, это со мной впервые. И я волнуюсь. Героиню первой такой программы в прямом эфире перетянули лассо истины. И наступил самый волнительный момент вопросов и ответов. Скажи мне, тебя обижают, когда считают, называют тебя исключительно джазовой певицей? Нет. Мне вообще ничего не обижают. Это правда. Но не всегда певица была искренна. Судя по реакции полиграфа, артистка любит приукрасить истории. Но если уж идет на обман, то только из гуманных соображений. Мэгги совсем не нравится расстраивать людей горькой правдой. Такой гость, признается ведущий программы «Самое время без обмана» Алексей Власов, для премьеры «То, что надо». У нас это пилот. Мы сейчас как раз у нас Мэгги в роли котика, на котором мы, собственно, все это сейчас проверяем. А идея не новая. Таких форматов много, когда какие-то известные артисты, гости приходят в студию, их проверяют на детекторе лжи, проводят интервью, когда гость подключен к полиграфу. Единственное, что, насколько я знаю, это никто не делает в прямом эфире. Большинство людей мучает загадка, как полиграф определяет, когда человек говорит правду, а когда ложь. Завесу тайны приоткрыл еще один участник эфира Александр Молчанов. Он отвечает за работу детектора. «У нас у всех есть центральная нервная система. Мы все дружно умеем красиво врать, мы красиво умеем скрывать свой обман, прячем его за маской. Но благодаря полиграфу, благодаря именно тем показателям, которые он снимает через 8 независимых датчиков, мы полиграфологи и можем однозначно сказать, причастен человек к тому или иному событию». Точность 8 датчиков полиграфа решила проверить на себе и наша съемочная группа. Но уже после эфира результат оказался неожиданным. Александра, вы когда им писали матершинные слова в подъезде? Нет. Это ложь. Да как? Ну я ни разу не писала матерные слова в подъезде. Ну, может, не матерные были, но смысл... Я на стенах не рисовала никогда. Ну, значит, что-то забыли. Ну, значит, в вашем присутствии кто-то... Ну, в моем, да, писали. Как видите, в нашем случае специалист спас репутацию электронного коллеги. Скажу откровенно, такая процедура может хорошо пощекотать нервы, но по сравнению с проверкой на честность в Древнем Китае мне повезло. Там подозреваемым набивали рот сухим рисом и задавали вопрос. Если рис оставался сухим, отрубали голову. Считалось, что если человек говорит правду, сухости во рту не будет. В студии Первого радио, в отличие от Поднебесной, гости не пострадают. Подключать героев эфира к полиграфу там планируют раз в месяц. В вечернем ток-шоу в 18 часов. Александра Шпакова, Денис Горбунов, Кубань-24, Краснодар. В Армавире объявили войну опасным для здоровья насекомым, а точнее клещам и комарам. Там стартовала сезонная обработка парков и скверов. Кровососущие приносят людям и животным весной и летом большие неудобства, а иногда становятся причиной опасных заболеваний, таких как боррелиоз. Дезинфекторы уже распылили специальное вещество на территории рядом с городским водохранилищем. Из-за высокой токсичности препарата они облачились в защитные костюмы. Прохожих на обработанные участки пока не пускают. Все из-за вредного воздействия реагента на организм человека. Период распада препарата – это свойство, когда оно теряет свое пагубное влияние 3-5 дней. Мы развесили объявления везде, на входе и в средине территории. Оповещаем угостной форме людей, плавает катер, оповещает тоже рыбаков, прогоняют. Нахождение не допускается, потому что все-таки препарат, он имеет свою определенную степень токсичности. Травят вредных насекомых и в других муниципалитетах края. В Армавире планируют обработать все парки и скверы, а также территорию местного кладбища. Краснокнижное растение стало белым в сочинском дендрарии. Шестиметровое дерево сенаджакия, деревянистоплодное, покрылось нежными цветами. Его будто снегом припорошило. По форме они напоминают маленькие звезды, диаметр которых не превышает 2,5 сантиметров. Полюбоваться распустившимися бутонами можно только на кубанском курорте. В России это растение больше нигде не встретить. Да и на родине в Китае сенаджакия произрастает лишь в одном городе – Нанкине. Да и там популяция крайне мала. По этой причине экзот занесен в международный красный список. Этому дереву 50 лет. За все это время специалисты пытались его размножить и семенами, и черенками. Но, к сожалению, все попытки оказались безуспешны. И в данный момент в парке представлено всего один экземпляр этого чудесного и уникального растения. Радовать своим цветением сенаджакия будет до конца мая. Потом на ней появятся завязи, похожие на грушу. Но незанежные бутоны и оригинальные плоды ценят китайское дерево. Листья из древля в лечебных целях использовали жители Поднебесной. Целительные свойства эндемика доказали и современные исследования. В молодых листьях в большом количестве содержится противоопухолевое вещество. В середине мая в парке также можно застать цветение калины, жасмина, хианантуса и апельсина. И напоследок. Мишка косолапый по лесу идет. В горах Красной Поляны фотограф Юрий Дорош поймал в объеки в своей камере бурого хозяина этих мест. На видео Михаил Михайлович неспешно променадничает. Оператор предложил, что в поисках еды. Надо отметить, он довольно упитан. Медведи, живущие на юге, не впадают в спячку и охотятся круглый год. Вероятно, отсюда и лишние килограммы на боках косолапого. Но мы все равно пожелаем ему удачного промысла. Это была заключительная новость сегодняшнего выпуска. О новостях спорта и прогнозе погоды расскажут мои коллеги Елена Элефирова и Наталья Баранова. Лен, в Сочи наступил белый сезон. Зацвело уникальное теплолюбивое растение синоджаки. Неужели в Край на самом деле пришло тепло? Ну, во-первых, я поражена твоими знаниями в области ботаники. Я не знала о таком растении. Очень радостно, что оно расцвело. Но вообще у нас хорошо, у нас тепло. Прям настоящий такой май. Наташа, а что там с фактами спорта? Ну, в спорте у нас все стабильно. Грибцы грибут, футболисты бегут, забивают. Как раз таки футболу мы большую часть сегодняшнего выпуска посвятим. Поэтому обязательно нас смотрите. Не пропустите факты спорта. Останьтесь на прогноз погоды. Я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Добрый вечер. Как же давно всем хотелось забросить теплые вещи на самую дальнюю полку. И заменить ботинки на босоножки. Наконец-то так можно сделать. Что именно приготовила для нас погода, покажет снимок со спутника. В целом на всей территории России ситуация неоднозначная. На русской равнине продолжает бушевать штормовой циклон. Так на Астрахань обрушилась сильнейшая пыльная буря. Видимость упала до 200 метров. Ветер разгонялся до 24 метров в секунду. На западе шли сильные дожди. В Ростове-на-Дону отдельные улицы даже ушли под воду. Гроза вновь бушевала в Санкт-Петербурге. Здесь тоже снижалась видимость, но уже из-за осадков. Причина непогоды – вторжение холодного фронта из Европы. Регион оказался вблизи центра ненастного циклона. Так что без дождей и гроз не обойдется. Наиболее сильными они ожидаются в западных районах области. Здесь может выпасть свыше 10 миллиметров осадков. В нашей стране воздух североатлантического происхождения столкнулся с экстремальной жарой, державшейся много дней. Это привело к развитию мощной облачности. Портится погода не только на европейской территории. Еще одна зона ненастья располагается над Сибирью. И там к дождям даже местами примешивается снег. Здесь тоже в последние дни было слишком жарко, даже по меркам июля. Главным следствием чего стало резкое ухудшение пожарной обстановки. Но теперь бороться с огнем станет проще. Новый циклон забросит в эту часть страны воздух из акватории Карского моря. В итоге к завтрашнему дню вплоть до монгольских степей станут фиксироваться заморозки. Неустойчивая погода с таким температурным режимом будет сохраняться по меньшей мере до начала следующей недели. Среди всего этого погодного безумия сохраняется хорошая погода на территории Кубани. За погоду в крае будет отвечать антициклон, надвигающийся с юга запада. Его стараниями облака поредеют, дожди прекратятся, а температура заметно повысится. По Краснодарскому краю переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный с переходным днем на юго-западный и западный 4-9 метров в секунду. На Черноморском побережье также переменная облачность без осадков. Температура воды в Черном и Азовском морях 17 градусов выше нуля. Ну а теперь подробнее о температурах переносимся на карту края. Посмотрим, что же на Востоке нас ждет. В Тихорецке 30 градусов тепла, Кропоткин плюс 31, Ромавир плюс 30. Как можете наблюдать, осадков нет. В предгорных и горных районах Майкоп плюс 29, Отрадная плюс 33, Мостовской плюс 29, Абширонск также такие же температуры и также нет дождей. Переносимся с вами на север, в центр и на запад нашего края. На севере в Ейске чуть-чуть похолоднее. Будет плюс 19, Приморско-Ахтарск плюс 22, Кущевская плюс 27. В центре, в Тимошевске плюс 29, небольшая облачность. В Тиморюке плюс 22 и облачно. Крымск плюс 26 и не облачко на небе. Переносимся с вами на Черноморское побережье. Посмотрим, что же там по температурам. А там в Сочи плюс 24, Туапсе такая же температура, Геленджик плюс 22, Новороссийск плюс 24 тепла. Переносимся в краевую столицу. Что же здесь нас ждет? Утром до плюс 25, днем плюс 30, вечером плюс 24. Без осадков. Ветер очень умеренный, с северо-западных направлений, давление в пределах нормы. На этом у меня все о погоде. Увидимся!